Всем привет, с вами Тома, и мы продолжаем играть в игры The Sims Mobile, и сегодня я хочу подвести некоторые итоги, наверное, по Хэллоуину, и прежде всего хочу вам показать, ну вы наверняка это заметили, что здесь очень классное оформление площади в центре города под Хэллоуин, и здесь проходит один из ивентов, которые так и называются, по-моему, Хэллоуин в центре города. Хэллоуин, да, вот, и он длится 8 часов, так что я вам его не покажу, но здесь примерно все то же самое, только можно еще с объектами взаимодействовать, всякие смешные тут анимации проигрываются, тут тетеньки плачут, смеются, что-то там еще делают, чтоб тетеньки уже пожилые. Это, конечно, вообще, в общем, очень атмосферно тут все украшено, а горожане ходят в костюмах, которые, как бы, демонстрируют вам то, что вы можете выиграть в акции. В общем, достаточно забавно. Я так и не поняла, почему у этого розового костюма шляпа белая, она как-то не очень смотрится. Я его хотела себе в розовом варианте тоже посмотреть, но в итоге взяла классический черно-оранжевый. Так, тут у нас народ без костюмов. Давайте вернемся, наверное, домой. Ой, в общем, тут все очень красиво, замечательно, очень атмосферненько и можно делать всякие смешные штуки с предметами, выразить свое почтение. Ну, проще у нас такие штуки уже и дома некоторые есть. Получить предостережение. Боже, вы видали, но это мощное колдунство. А второе, что рассмотреть предмет. Одно мощное колдунство, второе рассмотреть предмет. В общем, во время Хэллоуина тут больше народа собирается и все это смотрится более забавно. Тыквини. Прикольно. Давайте, в общем, я вам лучше расскажу, чем у меня в итоге закончился Хэллоуин. Давайте вернемся домой. Ну, как видите, я все-таки добилась костюма тыковки. И Абигил тоже давайте тому вернем. Как видите, я добилась костюма тыковки. Он очень классненький, на самом деле. Тыковки-ведьмочки. Он мне очень нравится, но в этой классической его раскраска черно-белая оказалась черно-белая. Что сейчас все здесь черно-белый называют? Черно-оранжевая классическая раскраска, которая идет по дефолту, оказалась, на мой взгляд, самая милая. Потому что тут достаточно много других раскрасок, но как-то они смотрятся неконтрастно. И, в общем, классическая черно-оранжевая мне понравилась больше всего. Вот. И одежда. Полный комплект. Хотя тут есть очень всякие разные сочетания. Но вот как-то платье со шляпой почти ни в каких сочетаниях, кроме черно-оранжевого, мне не нравится, как смотрится. Вот. Поэтому я оставила черно-оранжевый. В основном за счет того, что шляпы почему-то цветные остаются. На мой взгляд, это не очень смотрится. Вот черненькая шляпа смотрится хорошо. А в костюмах там как бы цветной костюм и цветная шляпа. Ну, как-то не очень. И также я взяла тоже то, что хотела. Это тыквенную голову. Да, у нас тут Шон демонстрирует тыквенную голову. Она, в принципе, и на Жей, и на Мэй, если что. Так что тут без разницы. Такая достаточно забавная голова. На то, что тут всяких разных расцветок есть. Но вот черно-красная мне показалась наиболее подходящая к данному костюму. К данному костюму зомби. Вот. А из декора. Я тут такая пока что свалка. Я просто все оставила. Ничего не убирала, чтобы вам все показать. Возможно, потом я это все после Хайлойна, конечно же, уберу. Вот. Я уже закончила квестовую линейку. Закончила я ее вчера буквально вечером. Два дня у меня осталось. Было... Короче, где-то за неделю я квестовую линейку успела закончить. Вот. Ну, не то, что было сильно просто ее закончить. Но, тем не менее, возможно. Возможно все выполнить все квесты и все справиться. Вот. Дальше по линейке вот этих предметов я дошла до гномика. Ну, наверное, я еще точно успею насобрать на мишку. Вот. Насчет вот этой статуэтки не уверена. И не знаю. Вот. Ну, и невеста вряд ли мне светит, честно говоря. Потому что осталось два дня. Вот. Мне бы успеть хотя бы выбить реликвию. А сейчас мы с вами будем тратить эти штуки. Конечно, рандомная генерация костюмов отжигает. Она просто надевает на горожан рандомную голову и рандомные костюмы. И всякие вот рыцари-медведи или там тыквы в купальниках. Это смотрится, конечно. Это очень забавно. Также у нас тут есть гномик. Которого можно при живом гномике пинать скульптуру. Это, конечно, забавно гном такой. Они меня обижают. Я пойду отсюда. В общем, надгробия, гномик и... Так, столик это у нас по квесту. А что у нас там еще было? А, горгульи. Их, кстати, идут две. Они идут парами. Парной скульптурной композицией. Кто у нас там так классно смеется? Которую можно поставить возле входа. Они, кстати, тоже все разные расцветки есть. Вот. Но, как бы, мне кажется, то, что идет по дефолту, наиболее нормально. Потому что все остальное мне что-то не очень нравится. Стол, вы уже видели с ним, то же самое взаимодействие. Гробики мы посмотрели. Тыкву я один, пока гробик открывала. И там одна тыква была. Я думаю, я гробики буду открывать в том случае, если у меня останутся мармеладки. Вот. Костюм хот-дога тоже считается захайландский. В общем, декор мне нравится. Но, конечно, после праздника вполне возможно, что я немножко тут все поприберу. Не все это оставлю. Ну, как минимум, горгуль я, наверное, точно уберу в багаж. Иначе это какой-то перебор. Давайте посмотрим, что мы можем взять за наши награды. За 7 тысяч. И я начну с того, что мне наиболее нравится. И по нисходящей, так сказать, будем брать. Потому что на все-все, конечно же, не хватит. Во-первых, мне очень нравятся эти ковры. Серьезно. Вот мебель мне не очень нравится. А ковры мне что-то очень нравятся. И я хочу себе их куда-нибудь взять. Ковер один, ковер второй. Вот. Дальше я хочу себе, наверное, взять бурлящий котел. Не знаю. Хочу котел. Остановите поезд. Я сойду. Дальше. Я очень долго думала по поводу грима-феи. И, наверное, я ее тоже хочу. Вот так, Тома такая. И это я хочу. Насчет жениха. Я не очень думаю смысл про жениха без невесты. Невеста у меня вряд ли появится. Вот. Тут очень прикольный цилиндр. В принципе, даже отдельно без костюма. Но он хайллоуинский. Это видно. Грим, кроме феи, я, наверное, никакую брать не буду. И я, наверное, возьму веденбургскую броню, я думаю. Потому что комбинезон будет сделан от что-то ну такое. Маска лошади и мистер мускул вообще что-то не очень. Ковер с черепом я не хочу. Диваны всякие. Я, наверное, возьму только в том случае, если у меня останется что-то. Гримы мне кажутся страшными, честно. Я думаю, возьму я броню. В любом случае, она забавная. Даже если ее мало куда-то можно будет применить. А хотя, вы знаете, я вот смотрю. Конечно, броня классная. Но после нее все еще останутся конфетки. И которые я не знаю, на что тратить. Вот. А костюм жениха у меня как раз оставился. 5600, а на него 5500. Так что, наверное, давайте была не была возьмем костюм жениха. Все. Я такой все потратил. Все свободно. И такой все вывалилось. Все нет, все вывалилось. Куда все вывалилось? Давайте посмотрим на ребятах наши новинки. Во-первых, я хочу посмотреть макияж. Вот, косметика. Что-то я долго искала. Кстати, смотрите, у нее есть разные расцветки. Поэтому не обязательно брать фейскую расцветку. Можно взять более какую-нибудь такую. А мне даже нравится. Давайте беги и выставим. Пускай у нас сегодня будет Хейллин. Просто по максимуму. Наверное, Джека мы оставим стыкву на голове. А вот... Как тебя там зовут? Я уже забыла. Джон. Точно. А Джону давайте примерим костюм этого... Жениха. О. Красавчик. Ну, тоже, естественно, несколько расцветок. Но, наверное, классическая черная самая такая... Была бы фиолетовая, я бы фиолетовая ставила. Ну, я думаю, что мы возьмем... Ну, вот это, конечно, фиолетовая, но она какая-то... Лиловая, скорее, чем фиолетовая. Или синенькая. Давайте синий вариант посмотрим. Прически, головные уборы. Ну, давайте для разнообразия. Пускай он синим походит. Это что, все черные-черные? У нас что, тут хайлов, что ли? Вот. Такой достаточно забавненький костюмчик. Окей. Будешь в нем ходить. У нас тут предлагают выбор с бутербродом, и мы его украдем. Кстати, давайте, наверное, вечеринку организуем. Что я еще хотела посмотреть? Так, костюмы мы посмотрели. Тут еще у нас два ковра, да? Во, какие няшок... Няшок... Кравры. Милашные коврики. Куда бы вас только застелить? Вот, да. Под свадебную арку положить коврик с тыковкой. Это вообще самое то. Давайте вот тут один поместим. А второй... Я, наверное, вот этот ковер пока уберу. И тоже есть разных расцветок, но те, которые идут по дефолту, мне нравятся. Более всего... Это все, что мы с вами взяли, да? Я ничего не забыла? А, еще котел. Еще котел. Так и знала, что что-нибудь забуду. Я такая странная. Бурлящий котел? А что с ним, интересно, можно делать? Давайте посмотрим. Доступ к бурлящему котлу. А, потому что он смущенный, точно. Мы же его сами только что смутили, украл бутерброд. И тоже. А что так? А, может быть, во время задания, которое к дому идет? Может, во время... Ладно, понятно. У меня сейчас перерыв во всех заданиях. Возможно, и можно пользоваться только когда проходят события дома Хэллоуин. Есть у меня такое мнение? А может быть и нет. Но в любом случае, давайте посмотрим. Вот тут еще. Тут выскочила... Вот это вы уже видели. А вчера... А, вот, кстати, да. День мертвых еще. Типа, проходит мексиканский тоже. Как бы в эту же тему. И тут, кстати, очень классные гримы и костюмы. Все это тоже было в Симс 4. Вот. Но, как бы... Как бы зря. Поэтому, как бы нет. Как бы классно, но как бы нет. Вот. А за 7 баксы набор мермеладки по... 57 баксов 200 мермеладок. Ну, это, очевидно, тем, кому... Если вдруг будет не хватать на... На невесту, а очень хочется. Вот. Если есть 7 баксы, конечно. Вот. Потому что... Вообще, пишите, на каком этапе вы остановились в акции. Мне, часто, даже интересно. Потому что, ну, как видите, я... Не... Вообще никаким образом... Давайте, наверное, вечеринку для гурманов сделаем. Мне кажется, ассоциация со сладостями хайлоуинскими и все такое. Короче, как вы видите, я по-любому не успеваю на невесту. Вообще никак. Вот. Так. И хайлоуинских взаимодействий... Ну, в смысле, взаимодействий с хайлоуинскими предметами в качестве праздника у нас никаких нет. Хорошо. В общем, мне будет интересно почитать, на каком этапе... До какого этапа дошли вы. Потому что... Ну, правда, просто интересно. Насколько... Как далеко можно уйти. Потому что, может быть, я мало старалась. Там, знаете, и еще что-нибудь. Хотя, вроде, не мало. Но, в любом случае, я тут сделала перерыв, чтобы спокойно расставить все кулинарные штуки. Вот. Я забыла, о чем я говорила. Короче, пишите в комментариях, докуда дошли вы. Если что. Если вдруг успеете, хотя вряд ли приходите на вечеринку. Хотя, я думаю, сегодня многие будут делать вечеринки. И вообще, это не очень актуально. Но, тем не менее. Окей, нет. Вот с ним. Я забыла, за кого мы зашли. Вот. Мне понравился хайллинский ивент. Поэтому я жду теперь на Рождество нечто подобное. Потому что... Ну, мне кажется, реально забавно. И декор классный. И всякое взаимодействие с ним достаточно смешное. Вот. И у нас тут гриль сломался. Вот. По поводу The Sims Mobile еще хотела сказать. Пока я тут набиваю себе сиреневую шкалу. Хотела вас... Антики все едят вчетвером. Что-то в гости к нам никто не торопится. Но, правда, я это рано утром записывала. В общем, по поводу The Sims Mobile. Хотела вас предупредить, что в ноябре, скорее всего, будет перерыв. Как и во многих рубриках. Потому что я готовлюсь к конвенту. Мне надо много чего крафтить. Вот. И я не буду пока начинать следующее поколение. То есть, вы видите, у меня персы все еще без детишек. Потому что я им сознательно не завожу следующее поколение. Потому что мне некогда будет его в ноябре качать. И в ноябре по The Sims Mobile ролики я буду делать. Только если будет какое-то обновление. Или что-то такое. Вот. То есть, что... Или акция какая-то. Или еще что-то. В общем, то, что нужно будет реально... Вот. Если что-то новенькое будет. И что-то нужно будет снять. Я сниму. Если нет, то... В общем, то следующий видос будет не скоро. Потому что я вас предупреждаю. Я уже везде всех предупредила. Но у нас просто The Sims Mobile аудитория не совсем пересекается с остальными... Вот. К нам уже кто-то. А, нет. Она просто на локации, наверное. Так что... Я вас тут тоже предупреждаю. Что роликов некоторое время может не быть. Если не будет ничего новенького. Так что не обижайтесь. Я просто занимаюсь подготовкой. Вот. И удачи вам в допрохождении акции. Если вы вдруг еще ее не допрошли линейку квестов. Как вы видите, она достаточно... Реально ее пройти, как минимум. Вот. Ну, я надеюсь, что кто-нибудь ко мне за 12 часов в гости-то придет. Ой. В любом случае, надеюсь, этот ролик был вам интересен. До встречи в следующем. С вами была Тома. Пока.